Детское радио представляет Спортивная программа Давным-давно в Китае жил-был волшебный дракон-повелитель Он правил морями, реками, дождями Рассердится дракон, не видать крестьянам дождей и урожая А доволен дракон, будет урожай хорошим Каждый год люди устраивали гонки на лодках, чтобы задобрить грозного повелителя вод Лодки делали в виде дракона На носу драконья морда, на корме сзади огромный хвост На каждой лодке сидел барабанщик Бам-бам-бам-стучал он, задавая ритм гребцам Чтобы грести было веселее, на борт брали певцов Лодки в виде дракона? Вас это удивляет, да? Дело в том, что китайские драконы совсем не похожи на нашего трехголового горыныча Они больше напоминают змей У китайского дракона четыре короткие лапы Когти, как у орла И длинные-предлинные усы Сегодня расскажу вам о гонках на лодках драконах Всем привет! С вами Захар, спортивный комментатор Детского радио Спортивная программа История о змее подобном повелителе, которую я вам рассказал, похожа на сказку Но состязания на лодках драконах проводятся на самом деле Причем уже две тысячи лет Каждый год в Китае отмечают праздник Дуанью День драконьих лодок Мир узнал о диковинном виде спорта примерно полвека назад Однако это не мешает нашим спортсменам побеждать на международных соревнованиях Дракон, на котором соревнуется сейчас, это большая узкая пластиковая лодка Называют ее драгон-ботом От английских слов dragon – дракон и boat – лодка Ее обязательно украшают драконией головой С разинутой пастью и выпученными глазами Драконий хвост на корме тоже есть И вся лодка расписана яркими красками Дракон получается удивительно красивым А гонка невероятно зрелищной Разноцветные драконы на перегонки несутся к финишу Ой, такое стоит увидеть Соревнования драгон-ботов проходят в двух классах В лодке 10 или же 20 грибцов Если спортсменов больше, то лодка длиннее Для 20 грибцов лодка очень большая Если поставить ее на нос, в высоту она будет, как четырехэтажный дом Места в дракон-боте строго распределены Впереди на носу барабанщик с огромным барабаном Барабанщик сидит лицом к команде и бьет в барабан Именно он задает темп гребли От того, насколько ритмично и слаженно грибут спортсмены, зависит результат гонки Грибцы парами сидят на баночках, так называют скамейки В хвосте стоит рулевой с большим управляющим веслом Он направляет лодку к цели Одежда у грибцов, майки и шорты На носу солнцезащитные очки Как будто на отдых собрались, скажете, да? После таких каникул больше месяца нужно отдыхать Нагрузка-то, ого-го! Грибцы делают по 100 грибков в минуту Чтобы понять, как это много и как это быстро, я предлагаю провести эксперимент Так, нам нужен с вами веник или швабра Левой рукой беремся за его конец, а правой за серединку Держим весло справа от себя И по команде будем грести, как бы отталкиваясь от воды Готовы? Начали! Так, прошло 10 секунд Сколько грибков сделали? Да, и я мала А спортсмен за это время сделает 17 грибков или даже больше Лодки-драконы просто летят по воде На дистанцию что в 200 метров, что в 500, что в 1000 У них уходят считанные минуты Грибцы должны быть сильными и ловкими Мы с вами попробовали, каково это, работать веслом на большой скорости А в воде, это ведь не со шваброй или с веником на коврике Там-то будет потяжелее Участвовать в соревнованиях драгон-ботов можно с 15 лет А готовиться нужно с самого раннего возраста Тренироваться можно начинать уже сегодня в физкультурно-оздоровительных комплексах Их строит по всей стране компания Газпром Если не будете лениться, очень скоро настанет день Когда вы сможете управлять грозным повелителем вод, драконом С вами был спортивный комментатор детского радио Захар Всем оле-оле, я на тренировку Спортивная программа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok